Ногинск встречает теплой погодой. Экскурсия, организованная Щелковским отделением Союза журналистов Подмосковья, началась в редакции газеты «Волхонка». Тепло приветствует делегацию Щелкова и председатель Ногинского отделения Союза журналистов Подмосковья, главный редактор «Волхонки» Наталья Нагога. За чашкой чая рассказывает о средствах массовой информации, сообщающих местным жителям о самых заметных событиях района и окрестностей. Такой формат обмена опытом необходим, считает председатель Щелковского отделения Анна Морева. Выезды к коллегам – это достаточно распространенная практика в работе отделения Союза журналистов Подмосковья. Организация большая, область большая, зачастую мы живем в каком-то городе или районе, а что делают соседи, мы не знаем. После как раз моего избрания председателем я решила взять за основу как раз практику таких выездов. В начале – о печатных СМИ. Газета «Волхонка» информирует население об общественно-политической жизни родного края уже на протяжении 25 лет. Выходит три раза в неделю. Продолжаем путь. Конечно, редакция Ногинского телевидения нас наиболее заинтересовала. Как устроена работа коллег? А сейчас мы находимся в студии Ногинского телевидения. Здесь записываются информационные выпуски и телепередачи, которые зрители видят на своих экранах. Телевидение работает уже более 20 лет. Здесь трудится порядка 20 человек. Кроме информационных программ, в эфир выходят детские, спортивные, религиозные, развлекательные передачи. Частота наша. Вещаем мы как в эфире, так и по сетям кабельного телевидения, с которыми заключены договоры, ну и получены соответствующие лицензии. Вещают на Ногинские и близлежащие районы – Орехово-Зуевский, Павлопосадский и другие. Внушительная зона охвата и у Ногинского радио. Радиостанция имеет свою чистоту, ведется онлайн-вещание. Все программы собственного производства в следующем году отметят 90-летие. Еще больше информации на нашем сайте radio.mynoginsk.com. Мы держим руку на пульсе. Присоединяйтесь к нам. И в завершение отправляемся в местный музей. Здесь нам презентуют фильм, рассказывающий об истории города. Также знакомят с выставкой, посвященной 209-му пехотному Богородскому полку. И теперь самое время поделиться впечатлениями о поездке. Опыт полезный, потому что можно было тет-а-тет пообщаться с ведущими журналистами, которые исполняют свою работу непосредственно делать то же, что мы, но по-своему. Следующая подобная экскурсия намечена уже на будущий год и, скорее всего, пройдет в Раменском. Олеся Богданова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».